Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников, скульпторов и описание к этим работам по книге «Великие музеи и мир» Тициан Вичеллио «Мадонна с младенцем и святыми» Мадонна Деи Фрари. 1516-1520 годы дерево темпера 410 на 279. Созданное Тицианом в середине жизни, когда он стал первым венецианским художником, это полотно является образцом его полнокровной, мощной, отмеченной богатой колоритом живописи. Оно написано для церкви Сан-Николо Деи Фрари в Лидо, близ Венеции. Мадонна с младенцем на коленях и ангелами по сторонам спускается на облаке к святым Екатерине, Николаю, Петру, Антонию, Франциску и Себастьяну. Видение посещает их в церкви с раскрытыми сводами. Каждый из участников происходящего переживает явление Богоматери с маленьким Христом по-своему. Но все они связаны между собой глубоким чувством торжественности момента. Это ощущение усиливается тем, что святые, которые либо смотрят вверх, либо внутренним зрением созерцают сходящее к ним небо, сами словно увидены немного снизу. Все персонажи написаны художником ярко и осязаемо, чтобы люди в церкви поверили в реальность изображенного и пребывали в радостном и трепетном состоянии. Вот такое описание к работе Тициана Печелева. Работа называется «Мадонна с младенцем и святыми» или «Мадонна де и фрари». Написано около 1520 года. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.